Доброе утро! Выписался из стационара после невероятного стресса, перенесенного на прошлом эфире. Перегруз по Сашам. Конечно, будем обсуждать. У нас целая большая, большая такая промежутка. Не знаю, как бы слово женского рода. Почему я сказал большая? Не знаю, как бы подобрать. В общем, большая часть эфира под это дело отведена. К указанию Генштаба России об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов носит только рекомендательный характер. Выглядело это, конечно, как такой большой флэшбэк тех возвращения нас в те времена, когда в Россию приезжали разные иностранные лидеры. И было видно, каким счастьем, какой приятной привычкой осветилось и озарилось лицо Владимира Путина, который отвык, мне кажется, уже от таких контактов на таком высоком уровне. Я не отвык от того, что к нему приезжали. А, приехал кто-то, о, открою. Едут! Вы только что видели сценку, что было в Кремле за день до визита с Тимзой. Едут! Да, но главное, знаешь... Ну, потому что почему он во внукова не поехал? Да, в том-то и дело, главное... Послал, послал. Главное не показать, что ты очень рад, понимаешь? А-а-а. Это вот когда тебе сообщение приходит, ты вот не сразу отвечаешь, а типа ждешь 5 минут. Да, да, да. Все так. Вот, многие порадовались, конечно, когда говорили, ага, мы говорили, что они собираются вступать в войну, вот, какие вам нужны еще доказательства? А они не знают, что сокращать, мне кажется, си или бинпиня. Потому что уже возникли подозрения, кто из них имя, а кто фамилия. Фрукты! Дональд Трамп Дональд Трамп, естественно, персонаж крайне яркий, заставил о себе вспомнить, рассказав тут всему миру, что во вторник это было во вторник, его арестуют. И на черной скамье, на скамье подсудимых, вот. Да, ну вопрос-то в другом. Я жду каких-то объяснений тоже от Леонида Волкова, потому что выглядит, мягко говоря, странно, когда у тебя идет... Ну, это будет где-нибудь через час. А пока давайте развернемся... Ого, какое я слово вспомнил. Ого! Ого, из какого? Пошли, флешбеки, флешбеки вьетнамские. А плющи вот никак не отпустят, смотри. Команда Венедикова. Нет, это школа пуделя еще, понимаете. Ну, я такого не слышала. А? Я знаю столько вообще разного, что мне пишут. О, боже мой. В азиатской части России, надо сказать, были бы территории освоены, так сказать, было бы больше слушателей и зрителей наверняка. Просто много неосвоенных территорий. Вот что проблема. На Амелике? Людьми, так сказать. Людьми, не но. Людьми. А все почему? Потому что Россия очень холодная страна. Была бы теплая. Вот когда будет теплой. Вот ты настоящий политик. К нашему движению присоединился уже Дмитрий Соловей. Валерий Медведевич Соловей, собственно. И Дмитрий Быков тоже за теплую Россию будущего, насколько я помню. Они это как-то артикулированно проговаривают? У Валерия Соловей я знаю. Подожди, а у Дмитрия Львовича? Что-то я не встречал у него таких тейков. А я чувствую, что он наделает. Тепло от него идет какое-то. Ну, спрашиваю. Спрашиваю в следующих классик-ньюсах обязательно. Снова Россыпь городов буквально открывает нашу карту. И это замечательно. Как всегда, огромная европейская часть занята в смысле плотности. Мне кажется, чуть-чуть... Все в тумане. Да, чуть-чуть затуманились. Ну, так даже ничего, кстати. Туманы вы мои растут. Не очень хорошо выгляжу сегодня. Классно же, когда ты потихонечку проявляешься каким-то образом и становишься более четким. Да, и очень хочется всех расцеловать. Не только подалека, но и котиков тоже, конечно. Всех, которые как правильно смотрят стрим. Начало обнадеживающее. Сегодня Международный женский день, 8 марта, с праздником. Кстати, все, кто празднует этот день, я знаю, ты же отмечаешь наверняка. Наверняка мне нравится. Вы посмотрите на лицо этого человека. Ты можешь, пожалуйста, вот как-нибудь всем лицом повернуться к камере? Нет, у тебя было совершенно другое поражение. А я уже, Тоня, не могу вернуть. Не можешь, да, да. Это, что называется, быть в моменте. Хорошо, дай, дай, дай. Нет, хорошо. Сейчас, подожди, давай сейчас. Так, подожди. Так. Ты же празднуешь наверняка. Да не все. Не получается у тебя, Александр. Так, скажу сразу, коротко, чтобы не было никаких вопросов. Никаких украшений коллектива. Никаких оставайтесь такими же прекрасными, нежными. Спасибо вам за вашу любовь, нежность и заботу. Иначе мы, большие, сильные добытчики, не смогли бы выжить в этом ужасном мире. Мы за то, чтобы женщины из невидимых становились видимыми, чтобы их право уважались. И если нужен для этого какой-то специальный день, чтобы еще раз напомнить о том, что женщины во многом остаются невидимыми для большого количества людей на этой земле, то давайте использоваться и этот повод тоже. Так что вообще всем советую почитать или послушать книгу «Невидимая женщина», о которой я читала еще на канале Таня Фельгин-Гавара. Если вдруг у вас есть какие-то пробелы в знаниях, а почему ты так на меня смотришь, Александр? Задумался о чем-то? Крепко задумался? Хочешь, послушаем поздравления Владимира Путина? Нет, я просто себе пытаюсь хотя бы вообразить ситуацию, чтобы ты, например, для меня была невидимой. Я не могу. Давайте послушать Владимира Путина. Всем быть такими, как ты, Александр. Ну, еще вот Нино страшно протестовал. Сама нашла эту тему и сама протестовала против того, чтобы мы ее включали в специальный праздник 8 марта. Так, так. Что же там, господи? Я даже не помню, против чего я протестовала. Да, против опроса Левада Центра. А, нет. Не было никакого протеста. Давай обсудим. Вот такие они женщины. Значит... Это осуждаем. Особенно сегодня, Александр. Я для кого про невидимых женщин говорила? Давай продолжим. Вы видите кого-нибудь в студии, кроме меня? Вот оно. Вот оно. Плющев явно топит за веника, против ФБК. Майкл и Нино. Понимаете? Понимаете, Майкл и Нино? Саша топит против всех. Он информационная валькирия. Вы могли заметить, что Саша накидывает абсолютно на всех. Без разбора. Значит, по принципу, бей всех, господь разберет своих. Значит... Теперь немножечко твои. И у Довидия. Один вопрос Танечки, да. Один вопрос Танечки. Точно, да. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, Прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась Лена, Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Двуглавая кукуха. Как тебе? Двуглавая кукуха. Какая птица у нас отвечает за попугай? Нет, попугай мы просто повторяем. Вообще, очень хорошо. Слушай, как же было бы интересно вот так вот орнитологически разложить пропагандистов, политиков, кто бы... Как птица отвечает за вранью? Курица? Ну нет, курица просто о листане глупости скорее. Вот такой... Соцопросы. Ты знаешь, как в Саус-парке, как обезглавленная курица бегает еще какое-то время по колесу, и где она упадет, то и будет. Простите, все впечатлительные люди с хорошим положением. Не, ну вот воплощение хитрости, например, лиса, но это не птица. Вот, а просто животные. Мне интересно, правда. Ну, чтобы как-то, значит, там, вот это вот... Это, чтобы как-то охарактеризовать Владимира Путина. Причем он еще вот так-то врет наполовину. Потому что, слава богу, еще призывников, насколько мы понимаем, в боевых действиях не используют. Во всяком случае, это не широкая практика. Соловей? Это в чате пишут, если что. Боже мой! Боже мой, не я это сказал! Я! В чате, все в чате, Александр. Твоя аудитория, между прочим. Сам зарастил. Вот есть такой фемиентин, президентка. Да, президентка. Но президентка, она уменьшит ласкательно. Это не очень хорошо. А почему мужчина президент, а женщина президентка? Я предлагаю сделать. Мужчина президентик, а женщина президентка. Вот это будет правильно. Депутатик и депутатка. Вот тогда, господа депутатик и депутатик. Я могу сказать, что и министрик. Министрик, конечно, обязательно. Обязательно. Только учители и учительницы остаются по-прежнему. Учители и учительницы остаются как были. Потому что есть уже старую историю. Я считаю, на самом деле... Но и учительница не уменьшительная. Она же не учителька. Я думаю, что в тот момент, когда мы вообще перейдем на фразы типа президентик Владимир Путин заявил, или депутатик Вячеслав Володин заявил, вообще новости заиграют новыми красками. Неплохо. Нет, потому что все предлагают, а почему вы их не называете преступниками? А мы будем звать его президентик. А вот этих его холуев депутатиками и министриками. А еще будут сенаторики. Да, 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 да. Там можно разгуляться. Экспертики тоже. Экспертики тоже. Экспертики, да. Сергей Марков, экспертик. Я считаю, что прям класс. Подожди, подожди. Генеральчик. Подождите секунду. Как такое образовать от слова политолог? Политологик. 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 Скотологик и политологик. Это Журавлеву. Нет, политологиня, там, понимаете, там вот как раз политологинка. Хорошо, да. Слава богу, у них там политологов немного. Будут экспертики. Вот, генералики. Да. Лейтенантики. Нормально. Кстати, замечаю, что историк, это историк. Он уже историк. Вот я историк. Я же не переживаю. Удобно, Василий. Я смотрю, подготовились. Да. Подготовились. Хорошо. У меня на самом деле есть целых два постижка, но я сэкономлю на завтра. Зажмешь. И на послезавтра. Давай оба. Ближе. Давай сразу. Давай сразу все съедим. Сразу все распечатать и съесть. Конечно. Нет, оставим. Мы новых напишут, наверное, постижков. Хорошо бы, но, знаешь, настали такие времена, когда и постижки приходится экономить. Вот. Эх. Да. Тем более, что... А про что хотят? А ты знаешь, ну, вот один можно. Один можно, потому что это, конечно, про Владимира Путина, который получил обвинение международного уголовного суда. Так и быть, один распечатаем, другой распечатаем. Так подожди, что значит так и быть? Ты же и так обещал один прочитать. Нет. Просто... Я все решу сэкономить. Ну, будешь дома сам себе рассказывать. Да. Правильно понимаю? Читать, декламировать хотим. Соберешься с двойниками, тройниками, и давай по кругу постижки гонять. Субтитры подогнал «Симон»